Меня зовут Тухватульн Алексей Вячеславович, я подполковник милиции в отставке. На пенсию ушел с Главного управления МВД РФ по ЦФО. В нынешнем году мне стало известно о проводимой нашим подразделением, в котором я работал, то есть МСН ГУ МВД по ЦФО, операции по задержанию Хамзаева. Задержание происходило 2 декабря 2009 года в городе Хасавюр, Республике Дагестан. Сводный отряд, в который входил МСН ГУ МВД по ЦФО, МСН Ростовской области, МСН Владимира, блокировал дом, в котором находился Хамзаев. Командир сводного отряда, полковник милиции Демин Владимир Валентинович, оставил МСН Москвы, скажем так, чтобы было понятнее зрителям, в резерве. На штурм пошли ростовские и владимирские спецназовцы. Из дома в момент входа в дом выскочил Хамзаев и бросился бежать. Оружия, по словам сотрудников, у него не было. Кто-то из сотрудников выстрелил по нему и ранил. По следам крови Хамзаев был обнаружен в нескольких кварталах от дома. Он спрятался в подвале недостроенного дома. После его обнаружения ему была оказана медицинская помощь. Переон был перевязан, самостоятельно передвигался, разговаривал. К месту обнаружения Хамзаева подъехали сотрудники оперативной города Хасавюрт и также сотрудники МСН ГУ МВД по ЦФО. Командир сводного отряда Демин и его заместитель Обышев Константин Викторович вместе с сотрудниками оперативными Республики Дагестан подошли к Хамзаеву. Оперативники поговорили с Хамзаевым. Потом заявили, что он им не нужен. Он не представляет для них никакого интереса. И отошли в сторону, оставив судьбу Хамзаева в руках Демина. Командир сводного отряда Демин Владимир Валентинович и его заместитель Обышев Константин Викторович, а также старший лейтенант Курилов остались рядом с Хамзаевым. Демин дал указание всем сотрудникам Ростовского и Владимирского МСН разойтись по машинам и высказал такое предположение, что Хамзаева следует убить, так как опасается преследование уголовного за неправомерное применение оружия в отношении Хамзаева. Его заместитель Обышев Константин Викторович сам вызвался это сделать. Он бросил в помещение подвальное, где находился Хамзаев, гранату. Хамзаева осколками не убило. И тогда Обышев, отойдя на 5-6 метров, что следует из рассказа присутствующих, начал стрелять в него из своего штатного автоматического оружия. Одна из пули оказалась трассирующей, попала Хамзаеву в голову, загорелись волосы. Обышев подошел, затушил ногой голову Хамзаева и сказал «Ес». Это вопиющий случай. Просто вопиющий. Когда люди, призванные защищать закон, убиваются и рожда своей страны. Я отработал в этом подразделении с 1994 года и за все 18 лет службы оружие применил всего лишь один раз на задержание. А тут, в этой ситуации, я не знаю, как это можно было перевязать человека а потом лишить его жизни только из-за того, что существовала какая-то мифическая возможность привлечения в уголовную ответственность за неправомерное применение оружия. В такой ситуации, я думаю, это неправомерное применение оружия имело бы, скажем так, не самые тяжелые последствия для сотрудника, применившего это оружие. Поэтому Демин взял на себя ответственность об убийстве не для того, чтобы покрыть сотрудника подразделения, тем более чужого сотрудника из другого подразделения. Я уверен, что в данной ситуации Демин и Обушев убили человека только для того, чтобы показать свою значимость как спецназовца. Эти люди имеют государственные награды, имеют высокие офицерские звания. Это старшие офицеры, Демин полковник, Обушев подполковник. Ну а еще ни разу они не участвовали в огневых конфликтах. И подразделение наше в Дагестане, на Косеверном Кавказе, еще ни разу не вступало в боевое столкновение с так называемыми боевиками. Ну, видимо, для того, чтобы было что-то рассказать дома, что-то рассказать своим боевым товарищам о том, какую спецоперацию они провели, и было принято такое решение. Тем более, что командировка подходила уже к концу, наград не предвиделось. Это был единственный шанс получить награды. Насколько я знаю, наградные Деминым и Обушевым были написаны на себя по результатам этой операции. Но когда слишком много людей стало знать о том, что произошло на самом деле, эти наградные были потихонечку похоронены. Я уверен, что этот случай необходимо расследовать, потому что он нанес ужасающий вред и престижу милиции, и чести мундира. И, мало того, этот случай реально можно расследовать. Достаточно проразбудить уголовное дело, провести эсгумацию трупа. Ну, а дальше прокуратуру учить, я думаю, не стоит. Вот так. Ну, я считаю, что и руководство МВД, и руководство прокуратуры, и руководство Следственного комитета, да и руководство страны, а уж тем более общественность, обязаны проконтролировать и довести это дело до конца. Иначе власти вообще не будет веры ни в чем. Продолжение следует... Продолжение следует...